Всем привет, вы Нагнаэль Тимс Блог и сегодня мы поговорим с вами про кино. Это необычный формат для моего блога, да, потому что ранее я тему фильмов, тему кино не освещал, но я считаю, что это очень интересно будет, интересно для вас, потому что многие ищут в интернете там, какие фильмы корейские посмотреть, топы фильмов. Я для вас составил топ 5 корейских фильмов, потому что корейское кино сейчас шагает во планете. Кто не видел корейские фильмы, такие известные, как Паразиты и Поезд Пусан, вы все прекрасно знаете, я про них говорить не буду. Кто не смотрел эти фильмы, советую срочно это исправить и обязательно посмотреть. Но сегодня мы с вами поговорим о фильмах, которые точно обязательно стоит посмотреть. Я сам их все посмотрел и это прям топ-топ 5 фильмов корейских, которые я посмотрел и вам рекомендую, которые занимают достойное место в мировых рейтингах и в моем рейтинге в том числе, которые обязательно стоит посмотреть каждому. Таксист. Просматривая этот фильм, вы однозначно не сможете держать слез. В нем показаны трагичные последствия в результате восстания Кванджу в 80-х. Таксист, пытаясь заработать денег, берется подвезти иностранного репортера в город Кванджу, где проходят массовые митинги против правительства. Сам того не подозревая, таксист попадает в водоворот событий и из-за политичного гражданина в виде насилия и беззаконницы страны властей, сам превращается в участника протеста. Фильм очень сильный, и несмотря на то, что в нем отражены события 40-летней давности, вы сможете найти параллель с событиями в России, которые происходят в наши дни. Воспоминания об убийстве. Полиция гоняется за маньяком, серийным убийцей, который жестоко убивает девушек. Но у полиции нет никаких доказательств. В этом фильме можно увидеть беззаконие и произвол корейской полиции, а также методы, с помощью которых они убивали показания из невиновных. И самый главный вопрос, который не отпускает до конца, смотрится на одном дыхании. Криминальный город. Это топ-боевик, где копы безуспешно пытаются поймать одного убийцу, которому постоянно удается ускальзывать. Интересен фильм тем, что несмотря на жестокость и насилие, убийца очень умен и харизматичен, и иной раз даже хочется встать на его сторону. Если вы любите драки, погони и экшен, то этот фильм вам понравится. Коп, гангстер и дьявол. Название странное, но вполне подходит, так как весь фильм, эти трое – главные действующие лица. Коп и криминальный авторитет объединяются, чтобы поймать серийного убийцу. Очень умный серийный убийца никогда не оставляет следов, но один раз нападает на криминального авторитета, которому удается выжить. Чтобы победить неуловимого преступника, полицейский обращается к криминальному авторитету, так как только он сможет опознать серийного убийцу. Получится это у них или нет, смотрите в фильме. Экстремальная работа. Единственная комедия из этого списка. Неудачливые копы, чтобы поймать бандитов, идут на самые крайние меры и открывают ресторан с курочкой. Так как им известно, что бандиты ее любят и часто заказывают, а это единственный способ сесть на хвост банде. В итоге жареная курочка становится большим, чем часть плана, и у копов есть выбор, полиция или новое дело. Что они выберут, смотрите в этом фильме. А смотрели что-то из этих фильмов? Если нет, обязательно посмотрите. А я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео и приятно было пообщаться. Пока!